Всем привет, ребятки! Сегодня будет довольно-таки интересный ролик, в котором я вам расскажу, сколько зарабатывают дрифтеры и каким образом они это делают. То есть раскрою вам такие, так сказать, секреты данного заработка. Заработок реально, наверное, самый имбовый, но нелегкий. Поэтому смотрите видео от начала до конца, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну а в начале рывом очень сильно поможет мой промокод, вводите промокод Палканов на любом сервачке до пятого уровня, в то время вы получите приятные бонусы. Вся информация есть в описании под видео. Ну что же, ребятки, давайте начнем с самого основного, откуда вообще берется заработок на дрифте. Я вам сейчас все подробно объясню, покажу, и я думаю, вы все как бы поймете, потому что многие как бы знают то, что есть дрифт, но не понимают, как на нем зарабатывать, откуда вообще идет заработок. Все, что вам нужно прописать, это команда slash drift, то есть если вы вдруг там не понимаете, либо не поймете с помощью моего ролика, то вы просто можете зайти и здесь почитать подробную, так сказать, инструкцию, информацию, что лучше делать, а что лучше не делать. Имейте это в виду. Но вообще заработок происходит, получается, с помощью топов. То есть вот мы нажимаем лидерборд, и здесь мы видим, получается, топ 10 игроков, которые дрифтят. Но не все так просто. Итоги этого дрифта происходят каждую неделю в воскресенье в 12 часов ночи и в 5 минут. То есть есть трассы, которые на время, и есть трассы, на которых нужно дрифтить максимально много. То есть чем больше вы на дрифтите, тем, конечно же, лучше. И мы переходим к тому самому заработку. То есть каждую неделю даются кейсы за первое, второе и третье место. За четвертое и по десятое даются спецочки. И самое главное, это те самые кейсы, которые вы можете фармить и которые вы можете продавать, либо открывать. Допустим, у нас на втором серваке эти кейсы стоят от 10 до 12 миллионов. Всегда как бы по-разному. На разных серваках разная экономика, разные цены. Поэтому, ну я думаю, даже уже сами разберетесь. И с помощью тех самых кейсов вы можете, конечно, зарабатывать. То есть вы можете надрифтить на десяти трассах и буквально за неделю заработать 100 миллионов. То есть 10 кейсов, если продать по 10 миллионов, ну плюс там комиссия. Это примерно получается 100 миллионов. То есть вы можете буквально за неделю заработать 100 миллионов. Но есть еще один способ заработка. Это открывать эти кейсы. Потому что в данных кейсах гонщика есть очень интересный тюнинг. А именно, это пневмоподвеска, это нитро и розовый дым. Пневмоподвеска сейчас стоит примерно 200-250 миллионов. Дрифт дым стоит 150-200 миллионов. Нитро стоит где-то 70-100 миллионов. То есть вы можете эти кейсы продавать, либо рисковать их открывать. И возможно вам повезет. Я, допустим, знаю много ребят, которые дрифтят. То есть, допустим, тот же самый Мерикос. Раньше можно было дрифтить с некоторых аккаунтов. Можно было дрифтить на разных серверах. И Мерикос, то есть Максим Адегамов, с помощью этого заработка заработал очень много. То есть он дрифтил и на 0,5, и на 0,2, и с двух аккаунтов. То есть он зарабатывал очень большие деньги, потому что он постоянно занимал топ-1, топ-2 на разных аккаунтах и на разных серваках. И тем самым получал те самые кейсы, которые он чаще всего, конечно же, открывал, но что-то как бы и продавал. Ну что ж, ребятки, с заработка мы разобрались. Теперь вам скажу, что нужно вообще для того, чтобы получать эти кейсы. Потому что, как вы понимаете, конкуренция там как бы немаленькая. Конечно же, нужен автомобиль. То есть если вы хотите просто фармить спецочки, вы можете взять самую просто лучшую машину для дрифта, для начального дрифта. Это Марк 2, которая стоит там от 2 до 3 миллионов. То есть это самая просто имбовая и дешевая машина для обычного дрифта, не на кейсы. То есть вы можете просто ее купить, чтобы там было занижение, развал. И можете спокойно ехать дрифтить. Самые имбовые машины для дрифта, именно для того, чтобы брать кейсы, это у нас получается BMW M3 92. Это самая имбовая машина для дрифта на данный момент. То есть за ней гонятся просто все дрифтеры. Вот реально все опытные дрифтеры хотят себе этот автомобиль, потому что она имбовая для дрифта. Но, к сожалению, данный автомобиль стоит очень дорого. То есть, допустим, если вы хотите даже эту машину найти в стоке, это будет стоить минимум 500 миллионов. Потому что машина очень редкая, ее не добавляют ни на ивент, ни на всякие там контейнеры, рулетки и так далее. То есть это одна из самых редких машин на проекте. Следующий автомобиль по имбовости для дрифта, это получается Flanker F. Это такая машинка необычная, она есть в реальной жизни. Это машина, которую создали в реальной жизни для дрифта. То есть она выглядит довольно-таки необычно, ну просто запомните это название Flanker F. То есть это тоже довольно-таки имбовый автомобиль, на котором вы можете дрифтить. А следующий автомобиль, это у нас получается Mark II. Да, то есть он подходит как бы и для обычного дрифта, и для того, чтобы удать кейсы. Mark II был самый имбовый, но потом его как бы пофиксили по подвеске. И из этого он теперь как бы не на первом месте. Что вообще, в принципе, самое главное в машине, чтобы было для того, чтобы забирать те самые кейсы. Нужен тюнинг, то есть вам нужен третий чип, нужно нитро, пневмоподвеска, добак. То есть пневмоподвеска нужна для того, чтобы вы максимально могли опустить свой автомобиль, чтобы он делал кейзовол. Потому что чем больше машина делает кейзовол, тем больше вы сможете набить очков. Потому что за один кейзовол дают 3500 очков. Кейзовол можно делать вроде бы каждые 20 секунд. То есть без этого тюнинга вы можете даже не рыпаться на кейсы. Потому что вы не сможете составить конкуренцию другим автомобилям. То есть допустим, окей, на обычных трассах, которые на время, вам в принципе добак не нужен. Реально, вы можете его не ставить. Но на длинных трассах, которые unlimited, на которых вам нужно показать свой максимум, там обязательно нужен добак. То есть если у вас нету добака, если у вас нету пневмы, Если у вас машина в принципе не делает кейзовол, то вы можете даже не пытаться. Вы можете даже не покупать. То есть перед тем, как вы будете покупать автомобиль, Либо спросите, либо как-то сами проверьте, делает машина кейзовол или нет. То есть допустим, та самая M5, она делает их очень-очень сложно, очень трудно. А допустим, та самая BMW M392, Ты просто полностью пускаешь пневму, пускаешь жопу, им на жопу. И у тебя машина просто сама делает кейзовол, Потому что жопа максимально низко опущена. Она же проваливается в текстуру, и тебе просто ничего не нужно делать. Ты просто катаешься, дрифтишь, и она сама за тебя все делает. Она сама фармит тебе опыт. То есть ты можешь вообще не напрягаться. Именно поэтому это самая мбовая и дорогая машина для дрифта. Ну и самое приятное в этом заработке, это конечно же время. Потому что для того, чтобы вам подрифтить на 10 трассах, Нужно будет потратить примерно 5 часов. Но это прям в идеальных условиях, если вы будете дрифтить, Не косячить, и никто вам не будет мешать. Вы, допустим, раз в неделю зашли, 5 часов потратили своего времени, И просто заработали 100 миллионов. Да, я понимаю то, что в этот заработок нужно прям вложиться изначально. Вложить там 500 миллионов, возможно больше. Как как бы повезет. Но в будущем, если вы научитесь дрифтить, Если все будет у вас нормально, вы будете этим заниматься, Вы эти деньги отобьете очень быстро. Буквально там за 2 месяца. Если у вас все будет получаться. То есть это реально самый, наверное, сейчас имбовый заработок. Даже мне кажется, если при продаже столько заработать, Ну как бы за месяц будет сложно. Ну что ж, ребятки, я надеюсь, что вы все поняли. Я пытался максимально все подробно объяснить, показать, рассказать. Да, возможно там не в мелочах. Но я думаю на словах, в принципе, все понятно. Просто берете, покупаете одну из имбовых машин, Учитесь дрифтить, уделяете этому время. Все, зарабатываете. Очень хорошие бабки. Все равно, все посты дрифтить не могут. И кто-то уйдет, кого-то забанят, у кого-то не будет времени. И конкуренции будет все меньше и меньше. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Вся информация есть в описании под видео. Поэтому заходите, смотрите и начинайте играть вместе со мной. Всех обнял-приподнял. Всем пока-пока.